Руслан, сегодня произошло очень важное событие, был отпущен Армении. Руслан Панахов — это солдат азербайджанской армии, который заблудился фактически 28 февраля этого года во время известных событий. Понятно, почему заблудился, потому что граница между Азербайджаном и Арменией по-прежнему не демаркирована и не делимитирована. И человек просто из-за погодных условий взял и заблудился. В отношении его возбудили сначала головное дело, но потом прекратили и отпустили, дали ему улететь в Баку. На ваш взгляд, вот этот жест со стороны политических членов, например, министра Пашиняна, будет иметь какие-то последствия для двусторонних отношений? Я думаю, что, конечно, такого рода жесты доброй воли идут в копилку, хороших взаимоотношений, тем более, что накануне были встречи на высоком уровне различных делегаций и заявлений, в том числе министра иностранного дела Азербайджана о необходимости мирного договора, но долгоиграющего. То есть все подразумевается, что необходимо создание всех необходимых юридических условий, прежде всего, конечно, и смены конституции в Республике Армении, где прописаны те территории, которые ей не принадлежат, ни де юра, ни де факта. Поэтому я прекрасно понимаю азербайджанскую сторону, которая требует того, чтобы мирный договор имел все необходимые цементирующие элементы, чтобы потом не было другое правительство придет, условно говоря, или конъюнктура внешне изменится и переигрывает. Но в любом случае, как вы правильно вначале отметили, отсутствие четких границ, оно иногда порождает такие неприятные инциденты. И, собственно говоря, мирный договор для этого необходим, чтобы уже сесть и демаркировать линии границы. Иначе это будет так и продолжаться бесконечно, потому что много таких случаев были. Заблудившиеся пастухи, например. Дети, которые побежали чуть-чуть. Ну, то есть что, стрелять, что-то по детям. Ну, и так далее. То есть от армянской стороны очень много зависит в этом смысле. Потому что это же не прихоть Азербайджана. Это как бы юридический документ серьезный, к которому очень со всей серьезностью надо отнестись. Руслан, какое-то время назад, когда у нас как раз не было с вами передачи в это время, премьер-министр Пашинян был в Париже, давал интервью «Франс-24», где он заявил, в частности, о том, что Азербайджан на месте Армении хочет создать Западный Азербайджан. И, собственно, это заявление Пашиняна нам прозвучало аккуратно после Минхенской конференции по безопасности, когда была двусторонняя встреча Пашиняна и Алиева. Ну, я не знаю ни Алиева, ни Пашиняна, но все-таки, пометуя, как, например, начиналась российская агрессия против Украины, я хорошо понимаю, что когда ты хочешь, например, войны со страной, ну, первое, с чего ты начинаешь, это ты не встречаешься с лидером этой страны. Ну, вот я помню, как президент Зеленский приглашал встретиться Путина до войны, говорил о том, что мы соседи, давайте встретимся, посидим, обсудим, какие проблемы. Путин демонстративно игнорировал эти встречи. Алиев не игнорирует встречи с Пашинянами, но поэтому для меня было удивительное заявление Пашиняна. Плюс Пашинян прошелся по ДКБ, заявил в том, что де-факто Армения приостановила там членство. Но де-юра, она не приостанавливала членство, она просто не принимает в части заседания ДКБ. И вот чувствуется, скажем так, рост некой эскалационной риторики в адрес Москвы со стороны Армении. Как бы, в общем-то, это как бы и хорошо, да, но с другой стороны, насколько это опасно для самой Армении, когда, с одной стороны, неурегулированы отношения с Азербайджаном, поскольку нет мирного договора. Тут очень странные процессы происходят с Ираном, поскольку у Ирана тоже свои интересы в Армении. Иран просто так ничего не делает. И с другой стороны, Москва, которая точно не даст Пашиняну просто дать Путину пощечину так вот прилюдно и так вот плюнуть еще вдобавок. То есть, вот Москва таких жестов не воспринимает. Если уже Пашинян решил уходить, значит, это нужно делать медленно, красиво, по-боюдному желанию, да, а не, скажем так, рассказывать и вытаскивая грязное белье, да, вот в этих двустронних отношениях. Таким образом, не кажется ли вам, что вот Пашинян сейчас вот как бы заигрывается и может сыграть очень опасную игру? Ну, в общем-то, да. Проблема Армении в том, что у нее фактически обрушилась стратегическая линия, потому что она искренне недоумевала по поводу того, почему Россия не вступила за нее в войне с Азербайджаном. Значит, она недоумевала, почему западные партнеры молчат. Она недоумевала, почему ОДКБ ничего не делает, хотя понятно, что даже эта рыхлая структура очевидным образом юридически не могла влезть в эти события, да, понятно, потому что не было нападения нас на другую страну. Это как бы Азербайджан официально, в общем-то, по всем международным правовым нормам свои территории обратно возвращал в коэффициентное и правовое поле. А сейчас, к сожалению, как я уже говорил в беседе с вами, у Армении отторгнутый суверенитет. И этот отторгнутый суверенитет, он как бы блуждает от Москвы к Парижу, к Вашингтону, к Ирану, да, но только в самом Ереване его не видно и не слышно. Поэтому вот эти вот очень странные заявления, очень странные действительно метания Пашиняна, да, и, собственно говоря, Лавров заявил о том, что мы будем пересматривать наши взаимоотношения с Ереваном. И вообще вот эта вот риторика приостановка членства ВДКБ, она сама по себе абсолютно странная, потому что нету такой нормы, как приостановка. Можно или выйти, или состоять. Нельзя выйти, как говорили классики, наполовину беременную. Приостановка членства, такой юридической нормы нет. И в уставе такого нет. Соответственно, это вот тоже такое полузависание где-то непонятно. Плюс ко всему попытка привлечь Францию, чтобы Франция активно участвовала. Ну, с учетом того, что у французов всегда были хорошие отношения с Ираном. Но Иран, как вы заметили, сейчас занят своими делами. У него там проблем высшей крыши, собственно говоря. От Армении он немножко отошел. Кто-ли ее толкнул, договорившись при этом и с Азербайджаном, и с Турцией. О том, что да, давайте взаимодействовать. Если они не хотят строить Зангизур, то мы как бы по реке Аракс по их иностране. Иран. И в этом смысле Армения остается ни с чем. Потому что те проекты, которые она предлагает, какие инфраструктурные, газовые хабы. Ну, Иран тоже предложил сейчас быть газовым хабом, но это тоже нереально. Армения вообще, у нее ни ресурсов нет, ни географическо-политическое расположение абсолютно к этому не является как бы необходимым. Поэтому здесь мне вообще трудно понять, чего хочет Пашинян. Действительно, если разозлить Москву, может, она и что-то сделает. Потому что Симонян заявила, что через несколько лет просто правление Пашиняна приведет к ликвидации армянской государственности. Ну, как бы... Я так понимаю, что они хотят на Пашиняна все проблемы навесить, но сложность в том для них, что альтернативы Пашиняну у них нет. Ну, нет альтернативы Пашинян, даже внутри армянского политического класса нет серьезной оппозиции. Поэтому Пашинян при всем при этом является фактически безальтернативным политическим деятелем в Армении. Давайте литературную минутку. Как когда-то была музыкальная пауза в программе «Что, где, когда?» Вот у нас такая литературная будет минутка. Детские рассказы Исаака Бабеля. Так вот, забудьте на время, что на носу у вас очки в душе осень. Перестаньте скандалить за вашим письменным столом и заикаться на людях. Представьте себе на мгновение, что вы скандалите на площадях и заикаетесь на бумаге. Вы тигр, в лев, вы кошка. Вы можете переночевать с русской женщиной, и русская женщина останется вами довольна. Вам 25 лет. Если бы к небу и к земле были приделаны кольца, вы схотели бы эти кольца, перетянули бы небо к земле. Это написал Исаак Бабель. Почему я процитировал Исаака Бабеля? Дело в том, что сегодня президент Франции Макрон призвал союзников, цитирую, «Не быть трусами» в вопросе поддержки Украины. И вообще в последнее время президент Макрон демонстрирует свою явную такую мускулиность. С чем связана, на ваш взгляд, такая активизация деятельности господина Макрона? Потому что господин Макрон собственно совершает ту же ошибку, которую когда-то совершил Наполеон. Он там сказать одновременно с испанской компанией он занимается еще и российской компанией. Тут одновременно с армянской компанией он тоже занимается российской компанией. Вот это что? Опять же, попытка, так сказать, влезть влезть в китель Наполеона со стороны Макрона точно так же, как Джонсон изображает о себе Черчилля. Как вы считаете? Хорошее сравнение, но я бы, конечно, защитил Наполеона от таких сравнений, как бы к нему ни относились. Это человек по-настоящему воинский, человек, который self-made, сделал себя сам. В общем-то говоря, как хорошо известно, человек был не просто воином, прекрасным-прекрасным полководцем, но и мыслителем. Здесь, наверное, опять-таки, отсылаясь к Бабелю, можно так сказать, у Макрона возникли идеи создать свою конармию, о чем писал как раз Исаак Бабель. Но я думаю, что здесь дело в следующем. Очевидным образом, что Германия в лице Шольца очевидным образом сознательно дистанцируется от лидерских полномочий. Не просто дистанцируется, она вот всеми руками и ногами говорит, нет, нет, пожалуйста, не надо. Эти многострадальные ракеты Таурус, да, уж как они изворачиваются, Шольц, что только не говорит, что только не придумывает, что и НЛО на него воздействует, и снег не так падает, и, значит, град большими зернышками валит, и так далее, и тому подобное. И в этой всей, скажем, расстановке, конечно же, Мануэль Макрон решил взять на себя это время лидерства. Он увидел, что Европа сейчас нуждается в лидерах. Ушел, вы правильно отметили, Борис Джонсон. Он был лидером, несмотря на свою такую ликоватую внешность, ну, для лидера это нормально, в общем-то, да. И поэтому не осталось никого, реально не осталось никого. Ну, есть, ну, так, условно, из более-менее больших держав. Италия, Мелани, есть Испания, но это, как бы так, на самом деле, периферина. Франция, Германия и Великобритания, это вот трезубец, на самом деле, европейский. И сейчас, очевидно, что это перетекает лидерство к Франции. Другой вопрос, что у Франции нету достаточных ресурсов. В реальности Франция не та, что была при Наполеоне, не та, что была при Деголе, и не та, что тем более была при Жаке Шираке. Дальше, как мы понимаем, после Жака Ширака всевозможные Уланды, Саркозии, это все просто слезы, на самом деле. Но Макрон решил, что вот он может поднять знамя упавшей Пятой Республики и как бы сделать что-то. Но что он может сделать? Он пытается как бы играть на Южном Кавказе, сделав ставку на мягко скажем как бы слабую и ну так сильно хромающую Армению. Поддержка Украины, да, но если ты сказал А, мы отправим войска, скажи и Б, дальше он начал отыгрывать назад, да, и так вилять, и сяк вилять. Ну, то есть непонятно, тоже очевидно, что есть, вернее, отсутствует некая стратегическая линия, и этот порыв сугубо эмоционально-тактический, да, вот Шольц отказался, вот Великобритания тоже уходит в тень, и давайте вот мы выйдем из этой тени на свет. Но опять-таки вспоминая того же Деголи или Ширака, у них же была очень сильная такая стратегическая линия, там вот эта вот концепция, как она называлась, бастиона шести стен, да, ну и так далее, то есть на самом деле все продумано было. Макрона пока я не вижу, но хотя с такой тактической политической точки зрения делает все верно, если он сможет пробить поддержку Украины, я думаю, что он сможет стать действительно человеком, ну как минимум номер один в Европе. Дорогие друзья, подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте лайки, комментируйте. Друзья, обращаюсь к вам с просьбой, поддерживайте YouTube канал финансово, материально, это легко можно сделать, если вы находитесь в Украине либо Азербайджане, Италии, Австрии, Германии, это можно сделать через PayPal, через там Револют, если вы находитесь в каких-то других странах, вы можете сделать с помощью криптопереводов с помощью того же PayPal. В общем, друзья, буду вам благодарен за поддержку канала, на самом деле это очень удобно сделать, вот тот же самый Револют позволяет с любой картой абсолютно по ссылке задонатить на развитие канала. Пожалуйста, друзья, не забывайте поддерживать, я вам буду благодарен за поддержку, спасибо. Алексей Аристоевич, известный такой украинский общественный деятель, публицист, он сказал мысль, которая, на мой взгляд, не лишена логики, она не оригинальная, не лишена логики. Когда случился ближневосточный кризис, страны переключились на Израиль и на противостояние между Хамасом и Израилем, и с этого момента очевидно, что, скажем, об Украине забыли, Украина ушла на несколько полос назад в мировых медиа. Объективно говоря, вот эта война на Ближнем Востоке сыграла на руку Владимира Путина, потому что она была синхронна с контрнаступлением российским, которое пришло на смену украинскому контрнаступлению. По мнению Аристоевича, Путину достаточно эскалировать еще в нескольких местах военные действия, чтобы полностью лишить Украину поддержки. Как вы считаете, какова вероятность того, что Путин выберет именно Армению и армяно-азербайджанские отношения как ту самую точку эскалации, которая отвлечет Запад? Ну, ту же Францию. Хороший вопрос, но я думаю, что у него просто не хватит силенок дотянуться, потому что есть позиции Турции, есть позиция Ирана, которая тоже не хочет на своих границах еще одной войны или пролонгации войны, которая была. Есть там некая устойчивая сейчас равновесие, которая очень важна, которую ценят и Азербайджан, и Турция, и Иран, да и, собственно, Армения, на самом деле. Мы прекрасно понимаем, что Армения не в состоянии воевать, просто нечем и неким. Но пытаться создавать напряжение, это не воевать. Конечно, российская имперская политика во все времена здесь очень серьезно преуспела под нотариел. Создавать точку напряжения, это пожалуйста, не обязательно развязывать войну. Это гибридная война, это давление, это проблематизация инфраструктурно-экономическая и так далее. Это тоже достаточно, это отвлекает дипломатические, политические усилия, например, запада, который хочет играть регулирующую роль. Я думаю, что более перспективное с точки зрения Москвы направления, это вот в последнее время много, о чем много говорят, это, собственно говоря, страны Балтии. Вот там вполне может быть, да. На Южный Кавказ, я, честно говоря, сомневаюсь, еще 2-3 года назад, может быть, сейчас и Пашинян вряд ли пойдет на какое-то соглашение с Москвой, даже при эфемерных плюшках, что он что-то там поможет Армении, вряд ли. А вот западное направление вполне-вполне резонное и реальное, скажем так. Руслан, в завершение не могу вас не спросить о смерти Алексея Навального, она, как всегда, окутана мистификацией, где, правда, она смешивается уже с лужью, в зависимости от того, какой повар готовит блюдо. Ну, естественно, что появились тут же, скажем так, разные восприятия в действительности, стыкан на половину полон либо на полонный пуст. Вот Михаил Ходорковский считает, что в стыкане вообще уже нет воды. Там, например, другая часть, скажем так, российская эмиграция, она считает, что нет, ну почему в стыкане есть вода, поскольку стояли люди за Надеждина, поскольку стояли люди, простите, с Алексеем Навальным. Вот вы все-таки знаете Россию не из Москвы, а вы знаете все-таки Россию как Россию регионов, как именно федеративную Россию, а не московскую Россию, потому что очень многие анализируют Россию как именно московскую Россию. Вот каковы настроения сейчас в регионах, на ваш взгляд, из того, что вы знаете, из того, с кем вы общаетесь, если взять неангажированное мнение, условно говоря, каких-то людей, которые, ну точно так же, как эти люди оказались в эмиграции, да, только не в Литве, а там где-то еще, а вот в целом тех людей, которые находятся внутри России, которые как бы являются пассивными акторами происходящих. Вы знаете, во-первых, конечно, всех обуял пессимизм, ясно. После убийства Алексея Навального, как бы кто к нему не относился, и критики, и его сторонники, конечно, все стали, но если не посыпать голову пеплом, то в какой-то момент оказались в оцепенении. Это, в принципе, нормальная реакция человека, да, на смерть. И я думаю, что какое-то время так и будет. Есть действительно ощущение общей депрессии, общей безысходности, но здесь есть один важный нюанс. Энергия, скажем, такого темного характера, пусть даже такого вот хтонического, она в России всегда пробивалась в виде некой агрессии, некого бунта, о чем писал. Тот же Пушкин, да, бессмысленный русский бунт. Поэтому эта энергия копится, копится, ее сдавливают, сдавливают, как пружина. И она обязательно выскочит. Здесь я, например, не согласен с Ходорковским, что шеф, все пропало. Ничего не пропало, на самом деле. В регионах, особенно после вот агрессии России против Украины, стал заметен рост национального самосознания среди нерусских народов. Даже люди, которых я хорошо знал, которые старались не замечать своей национальной идентичности, сразу стали после этого выискивать и, как говорил Наполеон, выскребывать из себя татарина, да, в скребе русского надежи татарина, многие стали находить какие-то корни. Это тоже, это тоже, как бы, рост определенного протестного потенциала снизу. Он, да, политически, может, не сильно оформлен, но он есть. Как только линии разлома пойдут, собственно говоря, в 1916 году перед революцией, перед обвалом и крахом Российской империи у России же все прекрасно шло на фронтах. Режим стоял, митинги в поддержку Николашки и так далее. Буквально за некоторое время, как писал Розанов, Розанов, извиняюсь, в два дня империя слиняла. Куда она слиняла, неизвестно. То есть в 91-й год то же самое, слиняла и все. Собственно говоря, путинская Россия слабее и Российской империи, и Советской империи. Это мы прекрасно понимаем. Поэтому я здесь как историк могу констатировать, что не надо думать о том, что если нет видимой активности, то это бесперспективно. Наоборот, это политически в России имеет выход всегда. В виде черной энергии, да. Ну, вам бы на это возразили следующим аргументом все-таки тогда была 4-я Государственная Дума. И хоть она была формально распущена Николаем, но именно депутаты Государственной Думы принимали отречение Николаем. Именно они сформировали Временный Комитет Государственной Думы. Именно Временный Комитет Государственной Думы поддержал Временное правительство, которое потом сдуру разрешило свет рабочих солдатских депутатов, чтобы он заседал в том же Таврическом то, что сейчас любит Илья Пономарев, остаточная легитимность определенно. Остаточная легитимность не от царя Гороха, а отстаточная легитимность от той Думы, которая вот-вот была распущена Николаем, четвертая. Сейчас же в Думе, как мы понимаем, таких сил нет. То есть одного поймали, выгнали за охоту на лося, другого там еще другой просто ушел из этой жизни про Жириновского. То есть как бы Зюганов, с ним все понятно, ну кто Дованков, ни рыба, ни мясо. Просто нет никого, просто выжженное поле. Это же не четвертая государственная Дума, где реально были фракции, реально была борьба, и в том числе оппозиционные Николая. Ну, смотрите, проблема в следующем. Четвертая государственная Дума, и вообще Думы Российской Империи, это очень закрытые кастовые системы. Вы знаете, что никакого всеобщего избирательного права не было, и фактически эти депутаты представляли некие социальные, промышленные, лоббистские группы. Очень небольшой сегмент, на самом деле. 80% людей были вообще отсечены от серьезной политики. Как раз большевики пришли и этих людей запросили в политику. Поэтому, собственно говоря, проблема легитимности и нелегитимности, она как раз и снимается тем, что выходят люди и предлагают свой проект. Потому что, какой смысл, условно говоря, легитимироваться с путинской системой? Да, там, государственная Дума, я прекрасно понимаю, Илью Пономареву и его задачу раскрутить собственный проект, это тоже нормально, в общем-то говоря. Но легитимность рождается, во-первых, снизу, во-вторых, констатация, инспирация некого проекта политического. Если вы рождаете этот политический проект, то вы и есть, собственно говоря, легитимность. Вы легитимность приобретаете по факту победой в чем-то. Поэтому Государственная Дума и прочее, я согласен, сейчас не имеет никакой легитимности. Проблема в отсутствии лидеров и в отсутствии каких-то структур. Но, по крайней мере, Владимир Ильич Ленин, который, в общем-то, смог революцию сделать, сказал, что газета «Искра» это не просто орган, который просвещает, информирует, это еще организатор политической жизни. Тогда было сложнее. А сейчас социальные сети, интернет, все равно эти взаимосвязи и так далее. Ютуб Михаила Ходорковского не тянет на газету «Искру». Не тянет. Не тянет, потому что, условно говоря, Михаил Ходорковский не тянет на роль политического лидера. На роль, условно говоря, переходного, может быть. Даже не Керецкий, скажем честно. Поэтому эта проблема стала со смертью Навального. Кто будет лидер? Обязательно, в России так выстроен, нужен вождь. Нужна вождистская структура. Может быть, вождиха? Ну, может быть. Почему нет? Собственно говоря, когда смеются, но в истории России это был просто-напросто бабий век, так называемый, Восемнадцатый. Елизавета, Екатерина. И, в общем-то, они правили в полный рост. Тоже, кстати говоря, из Германии прибывшие. Поэтому проблем с этим нет. То есть, если на это капать и говорить, что, ну, вот она, историческая аналогия существует, что вы, ребята, дорогие. Ну, и так далее, и тому подобное. Проблем не... При позднем Ельцине же мы помним Валя и, как там, вторая дочь. Валя, это Валентин Ямашев, Татьяна Дещенко. Да. И Таня, да, соответственно. Тоже, фактически, женщины руководили, откровенно говоря. Поэтому проблем нет. У России, которая строит из себя абсолютно мускулинную и такую вот традиционалистскую страну, кого и не является на самом деле, скажем честно. А кто никогда не являлась по-настоящему чисто наполеоновской, да, чисто наполеоновской, нет, абсолютно. Поэтому Россия женская душа, как они любят говорить. Третий завет, София, там, Флоренский, это все как бы переключено, и, пожалуйста, женский полюс здесь сияет похлеще северного сияния. Ну, что же, Ильгар, действительно, конец недели очень сложная, очевидные террористические атаки России по территории Украины, пострадали вот, ну, несколько украинских городов в результате, скажем так, действий российских беспилотников, погибли люди, погибли взрослые, дети, это большая трагедия, вновь и вновь мы возвращаемся к теме войны. войны. Владимир Александрович Зеленский, президент Украины, неоднократно за последнее время повторил тезис о том, что России верить нельзя, договор с Россией не стоит и бумаги, на которую он подписан, и Украина будет биться за то, чтобы выйти к международно признанным границам Украины, включая возвращение временно аннексированного Крыма и частей Луганской, Донецко-Запорожской и Херсонской областей. И вот это вот с момента полной докупации украинских территорий можно начинать переговоры с государственным агрессором России. И вот президент даже собирает, вы, наверное, знаете, часто такие собрания, которые работают над формулой мира, и каждый раз там все увеличивается, увеличивается количество участников вот этих мероприятий. Это смотрится очень внушительно, но честно сказать, мне, возможно, я просто не совсем понимаю дипломатии, мне интересно услышать ваше экспертное мнение, но возникает вопрос в эффективности подобных форматов. Ну, вот, скажем, заседала Крымская платформа, если вы помните, 22 августа, или это было 23 августа, 23 августа, это как раз накануне Нейне независимости Украины, заседала Крымская платформа, и тогда еще Меркель не осталась на эту Крымскую платформу, и Крымская платформа заседала, собственно, тема заседания была возвращение временно на Ксирную Крыму, но мне кажется, что все-таки через заседание Крымских платформ Крым не возвращается, ну, как мне кажется, то есть Крым докупируется другими военными средствами. Теперь вот эта формула мира. Ну, вот согласитесь, Ольгар, очень странно, вот, например, скажем, искать примирение с государственным агрессором России, вырабатывая план со всеми, кроме государства агрессора России, то есть со всеми, просто со всеми остальными, при этом изначально вот формула мира, она уже известна, это восстановление междунарпризованной границей Украины, то есть фактически встречи вот эти, которые принимают при участии официальные лица Украины, президента Украины, они посвящены тому, чтобы получить благословение участвующих стран вот той формуле мира, которая видит Украина, то есть восстановление междунарпризованной границей. То есть, по сути, Украина как бы диктует ультиматум государственного агрессора России. Кстати, об этом заявил господин Лавров, да, что это воспринимается как ультиматум. Это очень внушительно воспринимается, честно скажу, и очень мощная позиция со стороны Украины, это правда. Вопрос в эффективности и результативности. Может быть, действительно, это правильная модальность поведения, просто поставить государство агрессора перед фактом. Вот формула мира, и мы уже будем с вами обсуждать вот этот текст. Как вы считаете, насколько эффективна подобная постановка опроса, когда, ну, скажем, на решение двусторонней, ты выходишь после твоего готового вражения, которое одобрено 50 другими странами, и тогда только ты выходишь на переговоры с уже позицией, которую агрессор должен принять. То есть, по сути, это ультиматум, который Россия должна принять. Там нет переговоров. Как вы считаете? Прежде всего, Михаил, начну с того, что почему я всегда рад вас видеть. Потому что каждый раз, когда получаешь сообщение, в том числе об обстрелах в Одессе, я, честно говоря, лично, я всегда о вас думаю. И дай Бог вам здоровья и вашим близким, и всех, кто вас окружает, и жителям Одессы. Поэтому, естественно, это не, скажем так, форма речи, когда я говорю, рад вас видеть. На самом деле, реально искреннее чувство, которое я к вам испытываю. Вот начнем с этого. Теперь насчет формулы мира. Вы знаете, как, всем прекрасно понятна логика украинской стороны. Всем прекрасно понятна. То есть, президент Украины не может желать ничего другого, как восстановление территориальной целостности, суверенитета над всеми своими территориями. Это естественное желание, особенно президента Украины. Здесь, что называется, не поспоришь. Но если мы говорим о дипломатии, конечно, совершенно понятно, что когда мы говорим о выстраивании каких-то, скажем, коммуникаций относительно мира, то коммуникации нужно выстраивать с учетом того, что мир достигается при обоюдном согласии или же обоюдном решении сторон, сторон конфликта Украины в данном случае и России. То есть, они являются сторонами конфликта. Поэтому выработки вот этого мира или постконфликтного будущего так или иначе должна, конечно, участвовать Россия. А формула мира в том числе предусматривает выработки вот этой самой повестки, постконфликтной повестки. Или же пути к миру. Вот, допустим, давайте чисто там наш пример. Естественно, Армения оккупировала азербайджанские территории на протяжении 30 лет. Но мы же с Арменией вели переговоры. Понимаете, в чем дело? Это тоже мирные переговоры. Правда, они никаких результатов не дали. Это второй вопрос. Но так или иначе мирные переговоры велись. И после войны они тоже ведутся опять же с бывшим агрессором с Арменией. То есть, вот логика такая. Теперь давайте отталкиваться от того, что происходит на самом деле. Посмотрите, президент Зеленский в январе обратился к президенту Швейцарии с предложением проведения форума мира в Швейцарии. И швейцарская сторона приняла это приглашение. Однако, она не поставила условия. Министр иностранных дел Швейцарии заявил, по крайней мере, из того, что мы знаем, что на этот форум будет также приглашена российская сторона. Не знаю, в каком качестве кто будет приглашен, но швейцарцы, как сторона, которая готовит эту повестку, они прекрасно понимают, что невозможно говорить о мире, если там противная сторона не участвует. Честно говоря, Швейцария имеет очень богатый опыт устраивания переговоров по разным темам, по разным повесткам именно с конфликтующими сторонами. Кстати говоря, наши лидеры тоже неоднократно встречались именно в Швейцарии. Так что вот так. Есть логика переговорного процесса, она должна учитывать, конечно же, что в этом переговорном процессе участвуют две стороны. На него невозможно вести переговорный процесс или как-то фасилитировать вопросы, связанные с миром, не учитывая, скажем, другую сторону. Посмотрите, что произошло потом. Дело в том, что президент Украины сейчас активно готовит повестку для этого самого саммита. Президент Украины был на Западных Балканах, но еще больше интерес меня привлекло то, что он потом полетел в Саудовскую Аравию, которая имеет собственный план мира. Вот несколько стран мира предложили собственные планы мира, собственную повестку мира. Кроме президента Зеленского предложил принц Мухаммед и председатель Си Цзиньпинь, между прочим, слово сказать. Мы об этом тоже скажем, наверное. Посмотрите, он полетел в Саудовскую Аравию. В Саудовской Аравии в настоящее время, это из открытых источников тоже мы видим, идут, ведутся переговоры по гуманитарной тематике между представителями украинской стороны, российской стороны, ну это обмен пленными, заложниками и так далее, при фасилитации Саудовской Аравии. И вот Саудовский принц также имеет очень тесные контакты с руководством России. Я так понимаю, что с кем бы не обсуждали бы вопросы, связанные с мирной повесткой, имеется в виду и другая сторона. Кстати говоря, Саудовский принц имеет достаточно тесное отношение с российским руководством и может повлиять на определенных этапах на процесс принятия решений в каких-то вопросах. То есть я хочу сказать, что искать мира невозможно, когда ты находишься, ну понятно, в окружении, в комфортном для себя окружении сторон, которые полностью поднимают позицию. здесь необходимо учитывать тот фактор, что есть еще противная сторона, которая, к сожалению, сегодня тоже не выражает возможности вести переговоры по какой-то конкретной повестке, но, по крайней мере, логика дипломатии есть логика дипломатии. Вот смотрите, Ильгар, я знаете, чего не понимаю? Вот с 2014 года у нас был первый швейцарский формат, напоминаю, в швейцарский формат тогда вошли не только европейские страны, Франция, Германия, но и входили, если не ошибаюсь, Соединенные Штаты Америки и Канада. Потом швейцарский формат благодаря усилиям администрации Барака Обамы он трансформировался в нормандский формат. Нормандский формат существовал вплоть до фактически 2019 года последней встречи в Нормандии, можно так сказать, потом как бы о нем забыли. То есть он просуществовал 7 лет, результата никакого не дал, абсолютно. Теперь же мы говорим не просто о двух переговорщиках, мы говорим о 50 странах, которые должны как бы вставлять свое видение в позиции. Вот как обычно происходит? Если меня зовут на какое-то, например, совещание, я не знаю, может быть, комитет культуры и быта дома, ну, например, я, естественно, придя на какое-то совещание, зная свой характер, захочу вставить свои пять копеек, ну, предложить что-то улучшить, например, не потому что я считаю, что что-то нужно улучшить, а потому что если меня пригласили, я же должен что-то сказать, ну, логично. Или вот знаете, как в домовом чате что-то обсуждают, да, и вот постоянно кто-то что-то предлагает улучшить, да, или бизнесмены облагораживают, например, лужайку, уходят жители дома и раздают свои советы, да, вот что можно улучшить. Таким образом, общеизвестно, что все, все совещания, где больше пяти человек, это балаган, да, то есть совещания, где 50 человек, 50 представителей разных стран, не просто человека, представителей разных стран, это, ну, балаган просто в десятикратной степени или пятидесятикратной степени. Зачем тогда этот, ну, собственно, балаган нужен? Неужели, скажем так, ну, непонятно, что с помощью, вот, скажем, на государство агрессор Россию этим балаганом давить очень сложно, да, потому что этот коллективный балаган, он боится угроз диктатора Владимира Путина, который постоянно вспоминает о ядерном оружии? Если бы не боялся, помогал бы Украине еще больше. Тогда смысл вот в наличии вот этого вот коллективного балагана в переговорах, чем он может помочь Украине? Вы посмотрите, дело в том, что любой конфликт, любой конфликт, это известный из истории, формирует вокруг себя инфраструктуру, к большому сожалению. Это абсолютно нужная инфраструктура, кстати говоря, минские соглашения, все это, это тоже инфраструктура конфликта. Что они дали Украине, это мы видим. В нашем случае была минская группа ОБСЕ, сопредседателя были три страны, а в этой самой минской группе было 11 стран. Они действовали в формате ОБСЕ. Представляете, 11 стран, вот что это такое, то, что вы говорите, это массовка, причем там, допустим, такая страна была, как Финляндия. Ну, какая Финляндия, как может Финляндия оказать какое-то влияние на ситуацию на Южном Кавказе? Никакого. Ну, как статист, как страна, как единица, скажем, такая политическая единица в этом формате она была. Формат абсолютно был бесперспективным с точки зрения участия в нем всех 11 стран. Поэтому, но он был формальностью в рамках ОБСЕ. Почему? Потому что предполагалось, что конфликт нужно решить в рамках каких-то политико-правовых реалиях, а поскольку конфликт существовал на пространстве ОБСЕ, нужно было его формализовать, то есть формализовать урегулирование этого конфликта на площадке ОБСЕ. Соответственно, ОБСЕ записывала себе в актив, что она, значит, этот конфликт урегулировала. Сейчас с Украиной несколько другая ситуация, никакого ОБСЕ нет, здесь другая формальность создается, опять же формальность, скопом приглашаются различные государства, которые в значительной степени выполняют роль статистов, которые голосуют, и потом можно показывать, сколько, сколько, значит, рук было поднято за то или иное решение. Но посмотрите, реально, на самом деле, Михаил, вот реально фасилитаторами этого процесса могут быть страны или лидеры стран, которые имеют прямые контакты с Путиным, не только там с Зеленским, конечно, с Путиным, и которые могут Путину что-то объяснить относительно перспективы этого конфликта, в котором вставляют свои пять копеек, но при этом говорят о том, что вот они лично заинтересованы в решении конфликта. То есть вы имеете в виду Алиев и Эрдоган? Я имею в виду и Синдзимпин, я имею в виду и того же самого Мухаммеда принца, который тоже не статист выступал. Ну, кстати, извините, президент Эрдоган, он уже заявил о том, что в принципе всегда готов принять стороны для возвращения в стамбульский формат. Совершенно верно. Вот, кстати говоря, почему стамбульский формат удался? Потому что Эрдоган лично хорошо контактирует с Путиным и, в общем, может у него попросить то, что Путин может ему не отказать. Вот в чем вопрос. И Путин реально принимая во внимание фактор Турции, фактор Эрдогана, в принципе, ему навстречу шел. Поэтому нужны вот такие фасилитаторы, которые имеют вес не так условно в международном сообществе, которого достаточно аморфное определение, а вот вес в конкретных практических делах. И вот все эти, о которых я говорил, конечно, и президент Алиев они могли бы выступить именно реальных посредников. И здесь формула мира могла бы трансформироваться в конкретное наполнение уже с конкретными выраженными очертаниями. Если, конечно, вот посмотрите, в чем фишка посредничества в этом случае. Посредники ставят свое имя, свой авторитет вот как бы закон, что называется. Естественно, не собираются этим авторитетом поступаться. И другая сторона понимает, чтобы не ронять его авторитет, а если он, скажем, тот или другой лидер, скажем, подставит этого посредника, уронит его авторитет, тот им не простит, что называется, а в данном случае могут быть очень серьезные последствия. Поэтому выбирают вот таких посредников. Вот в этом случае мы можем говорить о том, что процесс может иметь реальные формы. И я еще хотел бы добавить, Михаил, с вашего позволения. Почему ведутся сейчас в настоящее время переговоры на площадке Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов? Потому что Россия от этих стран в какой-то степени, в каких-то вопросах политически зависит. Она не хочет ронять авторитеты ни Мухаммеда, ни руководства Объединенных Арабских Эмиратов. И здесь опять же обращаясь к опыту Турции, мы можем сказать, что и этот кейс все еще продолжает быть открытым, потому что Черноморская повестка для всех этих государств, для Украины, для России, для Турции, повестка номер один. Дорогие друзья, подписывайтесь пожалуйста на канал, ставьте лайки, комментируйте. Друзья, обращаюсь к вам с просьбой, поддерживайте YouTube канал финансово, материально, это легко можно сделать, если вы находитесь в Украине, либо Азербайджане, Италии, Австрии, Германии, это можно сделать через PayPal, через там Револют, если вы находитесь в каких-то других странах, вы можете сделать с помощью криптопереводов, с помощью того же PayPal, в общем, друзья, буду вам благодарен за поддержку канала, на самом деле это очень удобно сделать, вот тот же самый Револют позволяет с любой карты абсолютно по ссылке задонатить на развитие канала, пожалуйста, друзья, не забывайте поддерживать, я вам буду благодарен за поддержку, спасибо. Ильгар, да, вот смотрите, я хотел с вами посоветоваться представителя главного управления разведки Украины, очень уважаемой украинской специальной службы, сделал заявление о том, что, может быть, вы слышали это заявление, оно, кстати, обсуждалось, о том, что существуют списки тех, кто раскручивает, скажем, российские нарративы, кто находится под влиянием косвенным либо прямым вражеской агентуры, либо, не знаю, врага, как правильно сформулировать, так? Ну, вы понимаете, что когда говорят о том, что есть некие списки, это означает, что списков как таковых нет, то есть они открытые, то есть они формируются по ходу, то есть условно говоря, человек может легко попасть в подобный список, просто потому, что он кого-то лично критикует, либо он, скажем, высказывается перпендикулярно, скажем, партийной линии. И тут возникает вопрос, вот смотрите, с одной стороны война, и прямо скажем, ну, давайте говорить откровенно, и в Азербайджане президент Алиев не позволял критику своего курса, деструктивную, так, особенно в традициях, которые привыкли в Украине за 30 лет, и мы знаем, что в Азербайджане с подобными дискуссиями очень быстро заканчивали, и люди получали реальные тюремные сроки, и тут президента Алиева можно вполне понять, да, то есть если хочешь помочь, скажи тихо, но не занимайся самопиаром, да, вот правда всегда найдет себе дорогу, что называется, пробьет себе дорогу. Когда ты уходишь в паблик, это уже самопиар. Ну, логично, что президент Зеленский, имея такой вызов, как российскую агрессию, хочет иметь карбланш, как был, например, президент Алиева, так, потому что, ну, сложно действовать, когда кто-то жужжит над головой, не из желания помочь, а из желания пропиариться. Ну, с другой стороны, вопрос в, скажем, векторе, вопрос в, скажем, ну, необходимости разных точек зрения, чтобы вырабатывать более оптимальные, правильные, скажем так, решения, потому что мы понимаем, что можно довести ситуацию до того, что мнений альтернативных в принципе не будет, так, вот, и это означает в определенной степени ухудшение качества решений, так, а, соответственно, можно же пойти далее, если мы понимаем, что полномасштабная российская агрессия, она началась как таковая, да, в феврале 22-го года, несмотря на предупреждение западных специальных служб, так, то есть она началась как таковая, значит, ну, понятно, что сам факт полномасштабного российской агрессии и вторжения, он, как бы, по идее, должен менять, влиять как-то на модальность принятия решений, то есть должен быть вывод, либо, скажем так, идите, предлагайте разные варианты, да, либо нет, никаких вариантов не будет, то есть наше понимание и оно правильное понимание. Мне интересно, исходя из опыта Азербайджана, да, потому что, конечно, ретроспективность теперь можно говорить о том, что Алиев делал всё правильно, потому что Азербайджан установил всё территориальную целостность, так, но, как бы, с другой стороны, может быть, в Азербайджане были, скажем так, дискуссии на каком-либо, условно говоря, этаже власти, которые помогали Алиеву правильно принимать решения. Мне интересен опыт Азербайджана. Вы знаете, общество есть общество, и такой феномен, как внутриполитический дискурс всегда присутствует в Азербайджанском обществе, естественно. Вот, в частности, было такое устойчивое мнение, было у оппозиционных или околооппозиционных источников, скажем, у людей с пессимистическими взглядами на происходящее, они говорили о том, что, в общем-то, власти не заинтересованы в деоккупации Карабаха, и вот прямо говорили о том, что все, что делается, это переговорный процесс, это имитация, это было сделано только с целью, скажем, показать, что на самом деле власти хотят деоккупировать, на самом деле ничего не происходит. То есть, это в обществе, вот такой, внутри общества такие дискуссии шли, они вполне возможно были привнесены в общество и, кстати, фасилитировались извне также, но, в общем, вот так или иначе этот вопрос был. Были критические отношения к приводимым азербайджанской официальной властью статистическим данным. Вот я на одном круглом столе был, я помню, значит, там представители различных стран был, дипломатических миссий, экспертов, зарубежных экспертов, такой закрытый, как типа Чатам Хаус, и выступил один наш представитель, он тоже, видимо, из оппозиционной среды был, он сказал, скажем, такую фразу, он произнес, которая резонировала с общей тенденцией, да, он сказал, что на самом деле азербайджанская сторона уменьшает число беженцев и вынужденных переселенцев, вернее, завышает число беженцев и вынужденных переселенцев, которых на самом деле меньше. А он сам был из Шуши. И вот в кулуарах я у него, и знаете, очень много, большое внимание привлекло его выступление, особенно среди зарубежных коллег, дипломатов, и они сразу к нему стали подходить, на самом деле меньше, да, почему вы так говорите, на какие данные вы основываете и так далее, но он стал просто кумиром в рамках этого отдельно конкретного мероприятия. То есть он сказал то, что хотели слышать, вы имеете в виду? Совершенно верно, они стали записывать это все, в общем, само мероприятие после этого в какой-то степени для этих людей потеряло интерес, они стали обращаться к нему. Я посмотрел, он прям сияет на седьмом небе, что называется, от счастья, и раздает интервью так охотно. Я потом его во время кофебрейка подозвал к себе и с ним поговорил, и вот ты из Шуши, да, у меня тоже родственники, давай полемизируем, скажем, у тебя дети есть? Я говорю, да. Он говорит, да, вернее. Окей, когда они родились? Они родились после конфликта. Я говорю, ну, допустим, Шуша возвращается, ты возвращаешься, как дети, кто, они откуда, кто они? Не Шушинцы? Он у него сначала провис там как-то, потом стал говорить о том, что, ну, ладно, хватит, может быть, они даже и не вернутся из этой серии. Я говорю, ты знаешь, это твои проблемы, а вот у меня знакомые, родственники и так далее, они говорят о том, что они вернутся непременно. И более того, я знаю семьи, и очень много семей, когда уходило, скажем, 3-4 человека, но, скажем, взрослые, они умерли, к сожалению, но у них дети появлялись, внуки даже появлялись, они тоже записывались, как много в Шушинце. И сейчас, когда речь идет о возвращении на эти территории, речь идет в том числе о них, о возвращении этих людей, детей и так далее, прямых наследников. и я ему говорю, что ведь таким образом получается, что власти преуменьшают, наоборот, число реальных беженцев, потому что реальных беженцев стало больше, поскольку они, естественно, за эти годы обзавелись семьями, а у нас рождаемость большая, так что это семьи в значительной степени многодетные семьи и так далее. То есть получается, что вот эти цифры были актуальны на момент их изгнания, а сейчас их больше. Ну, я старался эти нарративы продвигать вот в этой самой экспертной среде, но я смотрю, меня мало кто слушал, потому что это неинтересно, как же, вот интересно другое мнение, понимаете, вот в чем вопрос. Когда, ну, в нашем случае это деструктивное мнение было, почему? Потому что товарищ, скажем, намеренно сеял такой пессимизм относительно перспектив и говорил о том, что, ну, в принципе, не все готовы вернуться, вообще, знаете, те люди, которые обосновались в крупных городах, им вообще неинтересно возвращаться, то, что государство продвигает эти нарративы, они не соответствуют действительности и так далее. И он же говорил о том, что, в принципе, этот, я не вижу реальные подоплеки тому, чтобы мы когда-либо вернули эти города, представляете? Естественно, такие мнения, они культивировались в определенной среде, на них ссылались, какие-то писались, вы знаете, ресерчи, доклады, какие-то организации действовали и культивировали свое мнение на этих людей. И вы знаете, какая ситуация, какая парадоксальная ситуация складывалась, когда создавалась такая параллельная реальность, и причем для них важно было услышать оппозиционное мнение, и они думали, что оппозиционное мнение, оно и есть мнение большинства, а власти просто замалчивают мнение большинства, так что, то есть в обществе такое индифферентное отношение к тому, то есть к вопросу освобождения территории. Когда вот наступил 20-й год, и вот такой, значит, такая история после этого наступила, когда люди добровольно стали записываться, вы знаете, мне звонили эксперты, эксперты уже за рубежа, они спрашивали у меня, они мне говорили примерно такое, они говорят, мы в шоке, все мы в шоке, что у вас происходит, мы разговаривали с вашими значит, людьми здесь у нас, да, которые здесь живут, они говорят тоже, что и говорит Алиев, как это получается, я говорю, потому что не надо было слушать вот таких, скажем, маргинальных элементов, которых вы слушали, и на основании которых вы делали доклады, отчеты, и втуляли всем, что, в общем-то, в Азербайджане такое апатия относительно перспектив восстановления территориальной целостности, этого не произошло, все рухнуло, то есть вот такая параллельная реальность, которая создавалась у них в головах, потому что они хотели эту параллельную реальность, культивировали ее намеренно, она с ними сыграла злую шутку, и я даже шутил с некоторыми людьми, которые занимались миротворчеством, и так далее, я говорю, ну ты написал тонну статей, не знаю, публикаций, где-то защищал, где-то выступал, все, возьми эту всю макулатуру, выбрось, она не нужна. Вот смотрите, Эльгар, Эльгар, вот все-таки если говорить, скажем так, об этой дилемме, потому что тут вот возник, ну как бы возникает общественная дискуссия, а можно ли, то есть, ну вы знаете, да, то есть вот в Украине всегда вот была вот эта традиция, дух Майдана, да, то есть он назначал, что вот есть в Украине гражданское общество, то есть гражданское общество, которое частно по отношению к политике. Теперь же выходят представители вот специальных служб говорят о том, что Россия разрабатывает технологию Майдана-3, то есть под дестабилизацию ситуации в Украине после, значит, ну мая этого года, когда исполнится пять лет с момента инаугурирования президента Зеленского на постпрезидента. Таким образом люди задаются вопросом, если технология Майдан-3, так тогда предыдущие два Майдана были технологии, ну то есть это тогда, скажем, ну другие акценты, да, которые расставляются. А второе, ну, а вот как это так, да, значит, любая точка зрения девиантная, она уже, что называется, вне закона, это уже российский нарратив автоматически, да, но вот и дилемма, согласитесь, то есть с одной стороны я понимаю интерес государства и понимаю президента Зеленского, президент Зеленский, не знаю, как президент Алиев, думаю, тоже. Ну, вот он по-самому обидчивый человек, да, то есть вот, ну, это многие описывали, что президент Зеленский, скажем так, выясняет конкретно, да, кто что говорит, да, то есть вот как бы это можно, ну, то есть понять такую обидчивость. То же самое президент Алиев, вот скажем, когда варданяна сейчас упаковали, ну, понятно, его упаковали, я думаю, что не смог, за год не надел столько дел, сколько наговорил, да, за год по отношению Алиева, поэтому его упаковали в Азербайджане, варданяна, да, вот, вот я просто хочу сказать, то есть вот этот элемент, да, скажем так, усиление авторитарной власти в условиях внешней агрессии, то есть насколько это оправдано, на ваш взгляд. Ну, и просто ремаркой, варданяну упаковали в значительной степени, потому что он представлял эту самую сепаратистскую власть, он, кстати, был проектом, это было назидание тем, кто, в общем, пытается здесь свои проекты продвигать, а варданяна такая, такая очень двусмысленная личность была, неизвестно, кто был реальным кукловодом этого варданяна, да, поэтому это все-таки наказ тем, кто, в общем, замышляет подобные его рода действия, то есть конец будет очевиден и вот такой. Что касается, вообще, вы знаете, и я вам так скажу, Михаил, дело в том, что когда мы говорим сейчас о войне, мы говорим все-таки в том числе о гибридной войне и войне, войне, которая ведется информационными средствами, и то, что вы говорите, это как раз-таки информационные войны, элементы информационной войны, и каждый сторон пытается этот элемент использовать, естественно, в свою пользу. Но посмотрите, относительно лужности нативов, да, вот если позволите, я немножко отвлекусь, я слышал, слушал, вернее, интервью Джонсона, Бориса Джонсона, на Дону. Очень достаточно интересное такое интервью было, и вот меня что зацепило? Посмотрите, что говорит Джонсон. Джонсон говорит, что, естественно, Украина непременно победит. Почему? Объясняя вот этот, значит, свой тезис, он говорит о том, что она непременно победит, потому что Запад, естественно, помогает, ну, как помогает Запад, мы видим, ну, так или иначе. Он говорит, Запад помогает Украине, и эта помощь является основой успеха. Он говорит о том, что, посмотрите, он сравнивает, он говорит, посмотрите, Россия отсталая с технической, с технологической точки зрения государства, а мы, страны Запада, технологически намного превосходим Россию, и вот таким образом наше технологическое превосходство в конечном итоге заставит Россию, значит, ну, отступить, сдаться и так далее. Вот поскольку мы будем все время помогать, и наше технологическое превосходство, оно обеспечивает успех на поле боя, и в информационной войне, и так далее. Ну, вот примерно тезис, и экономическая помощь у нас будет постоянно, значит, нарастать. Когда она будет нарастать, он мне пояснил, через сколько месяцев, да, видим, как она сейчас дозировано происходит, но в силу различных обстоятельств, в общем, вот эти нарративы он сказал. Теперь давайте несколько сместим вот угол зрения и посмотрим на реальность. Вот в других географиях, можно, да, с вашего позволения. Вот посмотрите, в Красном море хуситы, нищая, ничтожная группировка какая-то воюет с армадой кораблей Соединенных Штатов Америки, других стран, причем, вы знаете, как воюет? Воюет фактически самодельными, можно сказать, ракетами, пусковыми установками, а те против них, как воюют, технологически развитые крупные страны. Вот, скажем, было подсчитано, кстати говоря, надо, опять же, на западные источники привозят эти цифры, что ракета или какой-то баллистический снаряд, выпущенный по позициям хуситов, кратно превосходит стоимость вот этой самой инфраструктуры, которая создана была этими хуситами. А хуситы действуют такими, значит, ограниченными средствами, парализуют мировую торговлю, несмотря на то, что там вот эти армады действуют. Вот это технологическое превосходство против нищих зулусов, хуситов, которые воюют фактически самодельными орудиями. Причем преимущество хуситов заключается в том, что там несколько человек, которые формируют некий командный пункт, который можно в любой момент передислоцировать другое место, пока его просчитают, где он находится, он уже будет в другом месте. Вот в чем вопрос. И наносятся часто, почему неэффективные удары, потому что они наносятся часто уже по пустому месту. Наносятся ракетами, кратно превосходящими в стоимости этот самый несчастный военный объект. Что я хочу сказать, что такие подходы, когда мы применяем, что вот посмотрите, у нас технологическое превосходство и все такое прочее, они не всегда работают, зачастую даже всегда не работают в новое время, в наше время. Поэтому все-таки нужно принимать во внимание ту реальность, о которой мы говорим и значит иметь такое адекватное восприятие врага, то противник, он как бы вот такой. И то, что вы называете его слабостью, на самом деле может быть даже где-то его сильной стороной, в отличие от вас. Снаряды, которые вы выпускаете, кратно, они очень дорогие, очень дорогие. А у него дешевле они производятся. Поэтому он может произвести больше снарядов, чем вы. Ну, понятно, что объем вашей экономики и объем его экономики разный. Правильно. Но воюют в какой-то степени опосредованно не только экономики воюют, не столько экономики. Потом экономики западных стран не переведены на военные рельсы. Вот в чем вопрос. Это экономики мирного времени. Отдельные предприятия работают, они говорят о возможности создания ВПК в какой-то перспективе. В той перспективе через 2-3 года. А 2-3 года будет продолжаться война, которая будет, к сожалению... Дорогие друзья, подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте лайки, комментируйте. Друзья, обращаюсь к вам с просьбой, поддерживайте YouTube-канал финансово, материально. Это легко можно сделать, если вы находитесь в Украине либо в Азербайджане, Италии, Австрии, Германии. Это можно сделать через PayPal, через там, револют. Если вы находитесь в каких-то других странах, вы можете сделать с помощью там, криптопереводов, с помощью того же PayPal. В общем, друзья, буду вам благодарен за поддержку канала. На самом деле, это очень удобно сделать. Вот тот же самый револют позволяет с любой карты абсолютно по ссылке задонатить на развитие канала. Пожалуйста, друзья, не забывайте поддерживать. Я вам буду благодарен за поддержку. Спасибо. Смотрите, я... Да, Ильгар, я просто хочу здесь, чтобы мы понимали контекст. Джонсон оказался не просто так, вновь в Украине. Он приехал на саммит в ЕС. Это изначально был саммит в Ялте, но вот потом после аннексии государственного агрессора России и украинского Крыма он переместился в Киев и организовывает Виктор Михайлович Пинчок, известный украинский предприниматель. Так вот, понимаете, вот это интервью Джонсона, которое дал уже второе Дмитрию Гордону, вот он его дает, скажем, в стиле вот такого, ну, вот то, как вы описали, да, вот азербайджанского оппозиционера, который говорил то, что хочет слышать аудитория, да, только вот Джонсон как бы вот работает на свой образ Черчилля, который мы не заслуженно абсолютно дали, да, потому что разница между Черчиллем и Джонсоном, ну, скажем, очень большая дистанция, да, очень, можно написать книжку о Черчилле, но при этом не стать Черчиллем. Так вот, помимо того, что Черчилль, он, скажем так, любил пафосные речи, да, Джонсон как бы копирует, да, вот если Гитлер вторгнется в ад, значит, я заключу сделку с дьяволом, да, у Джонсона как бы копирует Черчилля, разница лишь в том, что Джонсон копирует, да, но это не Черчилль. Так вот, вот эта патетика Джонсона, она, конечно, ну, ура была воспринята ведущим, ну, как бы ведущим было приятно, потому что, говорит, еще и на Джонсон, но содержательно, содержательно, Джонсон не ответил на очень простой вопрос. Если это правда, что в апреле 22-го года вы, господин Джонсон, при одним из тех, кто, ну, оппонировал стамбульским соглашением, которое фасилитировал Эрдоган, что конкретно вы предложили и что конкретно вы сделали для того, чтобы то, что вы предложили, было намного сильнее стамбульской договоренности? Это же простой вопрос. Да, ход событий последующих показало, что, значит, он предложил и насколько его предложения были эффективными на тот момент и так далее. Кстати говоря, вот здесь тоже очень интересный момент. То есть, эти люди, когда говорят, они верят иногда в то, что говорят. Вот в чем проблема. Если бы они не верили в то, что говорили, мы могли бы подумать, что это политическая риторика, понятно, что они используют с какой-то такой целью. Но дело в том, что они искренне в своих заблуждениях. Они на самом деле верят в том, что они говорят. Почему? Потому что журналист Джонсон, он, да, он политик и все, но, вот понимаете, вот этот склад, профессиональный склад, изначальный профессиональный склад, он отражается на последующей деятельности. Не, но Черчилль тоже был журналистом, он писал заметки об англобургской войне. Да, но Черчилль прошел большой путь, он был министром финансов, он был, значит, главой министром внутренних дел, да. Он был достаточно серьезной политической фигурой, он сформировался на протяжении, до того, как он стал премьер-министром, он достаточно такую большую карьерную лестницу прошел, он, значит, и потом в какое время между двумя воинами. Здесь совсем другая ситуация, разные категории, я с вами согласен, но я хочу сказать, что многие политики западные, когда их послушаешь, вот они вот примерно в это самое верят. Почему? Потому что они в значительной степени либо кабинетные политики были, либо не представляют вообще, что такое Россия, что такое, скажем, средство ведения войны и логика принятия решений у них, вы понимаете, они мерят все своим аршином, и поэтому они не понимают противника. Вот в чем вопрос. Это самое больное место их непонимание противника. Зачем Макрон? Зачем Макрон? Вот смотрите, давайте так. Вот выходит Эрдоган, опять же, я не, ну, то есть, я, не поклонник президента Эрдогана, и тем более, я не живу в Турции, чтобы быть поклонником президента Эрдогана, но я смотрю на сухие факты. Когда Турция сбила российский самолет, Путин что сделал? Путин это съел. Он просто съел, откровенно говоря, Путин это съел. Значит, общеизвестно, что Путин побаивается Эрдогана. Если кто-то скажет не побаивается, уважает, но в принципе, суть ясна. В публичной плоскости никто не осмеливается. В России чехвостит Турцию. То есть, отражают тем самым позицию самого Путина. Значит, вопрос. Вот выходит Макрон и говорит, мы пошлем в Украину западный контингент, процесс российских оккупатов. Потом его по очереди дезавирует его же министр стран дел, его же министр обороны и ряд премьер-министров европейских стран. Вот какое-то впечатление производит на диктатора Владимира Путина. Ну, не самое лицеприятное Макроне. И как потом вообще вот такого рода переговорщики, вот вообще такого рода стороны могут участвовать в переговорах, если они изначально вызывают брезгливость, если за их словами не следует никаких дел, то есть их язык бежит дальше, чем их поступки. Если позволите, я немножко рельефнее подойду к этому вопросу. После этого известного изречения Макрона фактически на следующий день выступил канцлер ФРГ, находясь в поездке по регионам, он сказал о том, что мы не планируем. Он в открытую в общем сказал, что не планируем. Потом Столтенберг примерно вынесен ему где-то там сразу несколько часов тоже выступил с этим заявлением. Потом целый ряд других премьер-мист других стран, руководителей других стран Евросоюза дали понять, что они не планируют вот эти шаги. Вы знаете, что это такое на нормальном языке? Они опустили Макрона. То есть вот они, не Путин опустил, они его опустили, что ты ставишь телегу впереди лошади, а что мы не люди, ты фактически за нас решаешь, завершаешь, когда и куда направлять войска, ты кто такой вообще? Вот они, грубо говоря, так ему дали понять. И после этого только официальные лица Франции отдезуировали его заявление. Это говорит о том, что вот когда человек популист, когда он это делает не для того, чтобы помогать Украине, ведь это не для этого было сделано, а для того, чтобы пропиариться. Он, кстати, этот самый саммит в Париже специально для этого самого пиара сделал никому не нужный саммит без конкретного практического содержания. Просто он подгадал время, саммит прошел через два дня после второй годовщины войны в Украине, и вот он сварганил этот саммит показать, что он на коне, что он лидер международного сообщества, который сегодня помогает Украине. Чем он помогает, тоже вопрос, конечно, понятно, что определенные военные технические средства направляются в Украину, нельзя не говорить об этом, но вы знаете, при этом, при всем он хотел как бы перетянуть одеяло на себя, показать, что вот он хозяин положения, и все остальные дали ему понять, что сиди, ты знаешь, у нас свои интересы. Так вот, вот в чем вопрос. Дело в том, что к большому сожалению, эти политики настолько, скажем так, неадекватные, я не знаю, низкопробные, что они используют Украину, используют конфликт в Украине в своих интересах. Вот в чем вопрос. Конечно, они говорят, мы будем помогать, но это патетика, риторика, направленная прежде всего на укрепление своего реноме, своего лидерского положения в Европе, поскольку это самый большой триггер сегодня для европейской системы безопасности, мы можем показать, что кто может реально этот вопрос решить, так вот этот Макрон. Вот так, а вышло в конечном итоге, как вышло, что называется. Ильгар, ну тогда мы перемещаемся в завершающей части нашего диалога к Азербайджано-армянским взаимоотношениям, где тоже есть Франция как фактор. Знаете, я вот вам вчера сбросил одну запись, я бы думал, что это подделка, ну вот эта запись выступления одного генерала Армении, но это оказалось правдой, да, то есть собственно, ну давайте так, я не буду это цитировать, это настолько как-то, я очень уважительно отношусь к гражданам Армении и к Армении, и я считаю естественно, что не все такого мнения, как этот генерал, который фактически ну пограничных войск, который оскорблял премьер-министр Пашиняна, я к нему с уважением отношусь, я не могу себе позволить повторять то, что говорил этот не совсем адекватный генерал, я вам по-другому задам вопрос, а вот скажем, с такими публичными людьми, как этот генерал, который может такое говорить про действующего премьер-министра, фактически он говорил про него, да, мир с Арменией возможен, и вот идут вообще как бы произвести на свет, это, да, потому что, да, Пашиняна что-то делает, вот свою фракцию гражданский договор собирал, да, наверное, что-то обсуждали, какие-то конституционные изменения, но он же как бы между Молотом и Накованей, собственно, этим и продиктованным его заявление во Франции, когда он заявил о том, что Азербайджан, значит, готовит на месте Армении западный Азербайджан, потому что он должен показывать себя крепким орешком с одной стороны, чтобы не рассказывали, какой он слабак, да, или не представляли его слабаком, да, ну а с другой стороны, но он же понимает, что с каждым разом требования Азербайджана не будут ухудшаться, точнее, ожесточаться, и вот уже даже заговорили о репарациях, ну вот, как я понимаю, в внешнеполитическом дискурсе Азербайджана. Как вы на это смотрите, Ильгара, вот на процесс, который проходит, да и вообще на встречу Байрамова, министра иностранных дел Азербайджана и Мирзияна? Дело в том, что непоследовательность Пашиняна, мы об этом все время говорим, связана с его характером с одной стороны, а с другой стороны, с тем, что на него оказывает, скорее всего, серьезное влияние, давление извне, что заставляет менять ему свою позицию. Он, по логике Вещит, должен продолжать ту линию, которую он ввел и ведет на линию по переговорам с Азербайджаном, с линией на выстраивание каких-то достаточно прогнозируемых, будем так говорить, отношений с Баку, да и с Анкарой тоже. Но ему в силу различных обстоятельств мешают это сделать. С другой стороны, он поддается этому влиянию, и поэтому вот в его речах мы можем видеть эти самые противоречия. Со стороны, кого на него влияют, тоже можно догадываться, в частности, вот эти самые высказывания он сделал не случайно во Франции. Но дело в том, что, видимо, все еще армянская сторона думает, что за них эту ситуацию, нашу региональную ситуацию кто-то решит. Ему что-то обещают, скорее всего. Но если это обещает Макрон, я бы на месте Пашиняна раз в десять подумал, стоит ли, особенно после того, как мы говорили, стоит ли вообще доверять этому человеку. И вот на этом фоне, вот вы говорите, состоялась встреча Байрамова-Мерзаена в Берлине. Это, кстати говоря, тоже привет Макрону из соседней столицы. И до этого в Мюнхене на полях саммита по безопасности Шольц организовал встречу Алиев-Пашинян. Тоже передал пламенный привет французской дипломатии. Это говорит о том, что между странами все-таки есть расхождение определенное. Кстати, надо отметить, что Шольц, в отличие от Макрона, демонстративно не встречается с представителями, скажем так, диаспоры Армении, которая занимает очень радикальную позицию в отношении Азербайджана, дипломатически выражаясь. У них там такой серьезной диаспоры нет. Нет, я имею в виду, что при желании, при желании можно было бы найти яркого азербайджанского оппозиционера и с ним встретиться. То есть, Армянского имеет это. При желании все можно сделать совершенно с вами согласен, Михаил, но желания у него такого нет, и оно объясняется тем, что Германия постоянно, она действует в рамках своей прагматичной линии поведения. Вообще, Германия, они более расчетливые. А эти, скажем так, эмоционально неуравновешены, мягко говоря, у них, конечно, тоже есть расчет, у Франции тоже есть расчет, достаточно такой, ну, с их точки зрения продуманный, но Германия, посмотрите, всегда старалась умерить такие аппетиты Франции. Почему? Потому что Франция пытается, ну, если ее, как бы, особенно, не умерить амбиции, она ведь сварганил саммит, как бы, невозначай бросил о том, что, в общем, будут действовать сухопутные войска НАТО в Украине, а в итоге все ему по зубам дали, да, это попытка подставить, не что иное, как попытка подставить своих коллег, значит, и в данном случае на Южном Кавкаде примерно такая же ситуация вырисовывается, когда Франция пытается выступать флагманом европейской политики на Южном Кавказе, и другая сторона, в частности, Германия понимает, что вот эти все флагманские замашки Макрона, они не очень хорошо скажутся на европейской политике в целом в регионе, и, естественно, интересах той же Германии, поэтому они стараются сегодня такую конструктивную роль стараются играть. Ну, вот еще один момент, это тоже на расчетах базируется. Совокупный товарооборот товарооборот Германии с Грузией и Арменией равен товарообороту между Германией и Азербайджаном. Вот что значит интересы Германии в регионе. То есть, с Азербайджаном у Германии по итогам прошлого года где-то 1,8 миллиардов товарооборот, и где-то примерно 1,6-1,7 миллиардов совокупный товарооборот Германии с Грузией и Армении. Естественно, Германия понимает, что если Макрон здесь напортачит, что называется, и немецкие интересы в данном случае пострадают, тем более, что есть еще путь к Центральной Азии, которая тоже очень важна. Поэтому здесь в нашей географии Макрон, конечно, пытается действовать вот таким образом через Пашиняна, но здесь его возможности ограничены. И вот немецкая дипломатия пытается как-то, ну, скажем, сбалансировать эту ситуацию. А что касается вообще Пашиняна, Армении и мирного договора, перспектив, то, конечно, по логике вещей это в интересах Армении и Пашиняна подписать этот самый мирный договор с тем, чтобы, скажем, в архив сдать конфликтное прошлое. Ну, по крайней мере, с юридической правовой точки зрения сдать в архив этот конфликтное прошлое. Но, видимо, внешние интересанты не хотят сдавать этот конфликтный потенциал в прошлое, в архив, потому что они пытаются его в своих корыстных целях использовать. Вот в чем вопрос. Вот, посмотрите, в Макадуне Европарламент принял резолюцию, и в резолюции есть такое положение, представляете, что миссия ЕС, наблюдательная миссия ЕС должна быть размещена не только на границе между Азербайджанами и Арменией, но на границе с Турцией. А с Турцией-то зачем? Это же ваш союзник по НАТО. Что они там будут наблюдать? Тем более, эта граница демаркирована и делимитирована давно. Вот в чем абсурд. Почему? Потому что за этой резолюцией тоже стоят интересанты в лице Франции и отдельных политических кругов Франции. Вот в чем дело. То есть, им не Армения нужна, им нужен рычаг влияния на Турцию, рычаг влияния на Азербайджан. А для этого конфликт нужно немножко пролонгировать. Вот, к сожалению, то, что мы имеем. Дорогие друзья, подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте лайки, комментируйте. Друзья, обращаюсь к вам с просьбой, поддерживайте YouTube-канал финансово, материально. Это легко можно сделать, если вы находитесь в Украине либо в Азербайджане, Италии, Австрии, Германии. Это можно сделать через PayPal, через там, револют. Если вы находитесь в каких-то других странах, вы можете сделать с помощью криптопереводов, с помощью того же PayPal. В общем, друзья, буду вам благодарен за поддержку канала. На самом деле, это очень удобно сделать. Вот тот же самый револют позволяет с любой картой абсолютно по ссылке задонатить на развитие канала. Пожалуйста, друзья, не забывайте поддерживать. Я вам буду благодарен за поддержку. Спасибо. Ильгар, вот понятно, что сейчас у Пашняна есть уникальная возможность, я думаю, что она это понимает, но как ему не стать жертвой западных интриг? Знаете, я вам скажу так, что чем дальше живу, тем больше понимаю, насколько вообще политика цинична, а западная политика еще более цинична. Я вам объясню, почему. Условно говоря, если политика универсально цинична, то, по крайней мере, скажем, мне кажется, что европейская политика особо цинична, потому что там вообще не соблюдается данное обещание. Вот в этом проявляется еще больше цинизм, гипертрофированный цинизм. Так вот, как премьер-министру Пашиняну не завести ситуацию в глухой угол, в виде, скажем, ящик Пандоры, он может, скажем, в любой момент открыться. Это означает, что ситуация, она просто пойдет по спирали непредсказуемости, и еще неизвестно, куда она пойдет. Вот как в этой ситуации быть? Я думаю, что Пашинян, конечно, должен понимать, что перегнув палку, он сделает себе же хуже, а эти попытки есть, явные попытки, и причем я с вами совершенно согласен, дело в том, что действия вот этих европейских политиков, они не только свои корыстные и так далее, они часто абсурдны. Вот давайте посмотрим на эту самую резолюцию, которая была принята, ведь европарламентом приняты, люди, которые, ну, пару книжек, наверное, читали, наверное, знают, что такое политика, но в целом как-то должны представлять. Вот посмотрите, они рекомендуют, рекомендуют странам ЕС, членам ЕС, пересмотреть энергетическую политику с Азербайджаном, представляете? То есть пересмотреть проекты по поставкам газа, нефти через Азербайджан и из Азербайджана в страны Европейского Союза. Давайте, я просто абсурдности хочу показать вам на цифрах, что такое, что это за резолюция, с чему она может привести. А триггером как раз-таки является напряженность в регионе, в Пашинян и так далее. Посмотрите, она обращает внимание на необходимость свертывания энергетических проектов с Азербайджана, пересмотра, в частности, энергетического меморандума, который был подписан в 1922 году. Так вот, посмотрите, факты, цифры. 15% газовых поставок, внешних газовых поставок на итальянский рынок формируется за счет поставок из Азербайджана по системе южного газового коридора. третий поставок в Болгарию это газа, это поставки из Азербайджана. Около 20% внешнего рынка нефти и горючих смазочных материалов в Италии формируется за счет поставок из Азербайджана. Знаете, что такое? Мы отказываемся от этих 15%, от этих 20%. Вот Болгария должна отказаться от третьего получаемого газа. Наш газ сейчас поступает в Румынию, в Сербию, они тоже должны отказаться, в Венгрии должны отказаться от азербайджанского газа. Через систему трансбалканского газопровода газ стал поступать в Молдову, Молдова должна отказаться от Азербайджана, а у них других вариантов очень мало. Я так понимаю, нет, не исключаю, что газ по системе трансбалканского газопровода скорее всего может поступать и в Украину, или же в очень ближайшее время может поступать в Украину, по крайней мере, это не афишируется, нельзя исключать, потому что трансбалканский газопровод идет в сторону Украины. Так вот, эти люди, люди, которые принимают это решение, насколько они вообще адекватны, это в условиях, когда Европейский Союз находится все еще, несмотря на то, что цены на газ упали в Европейском Союзе, но все еще находится в авральном режиме действует. Почему? Потому что есть добровольное ограничение на использование газа, оно действует. По причине этого ограничения цены на газ упали и по причине того, что предприятия просто закрываются, они не потребляют этот газ, многие из них закрылись и так далее. то есть из-за рецепсии упало. Так вот, эти люди говорят, что дополнительные источники газа и нефти, которые сейчас имеют вот эти страны, эти рынки, они тоже должны как бы быть ограничены. И что? Какая ситуация ждет в Болгарии вот эти названные страны, нужно только предположить, да? У них экономика сейчас не в хорошем положении, мы все прекрасно понимаем по причине. Так вот, скажите мне, пожалуйста, Михаил, вот это адекватные люди, как вы думаете? Человек, который имеет мозги в головах, будем так говорить, принял бы такое решение? Ради чего? Почему они что говорят? Они говорят, что если Азербайджан, значит, мы знаем, что Азербайджан собирается напасть на Армению, захватить там часть в этой резолюции, мы должны защитить Армению от адреси Азербайджана. Нормальный человек вообще. Вот в здравом рассудке человек может вообще составить такой документ? Я думаю, что нет. Вот кто тут виноват? Путин виноват? Может быть, они сами виноваты в том, что происходит вот эта вся ситуация? В том числе это, конечно, печально, потому что вот такую же в какой-то себе в другой форме мы видим такую же ситуацию, такое же отношение к другим очень сенситивным и очень таким чувствительным точкам, в результате чего это все отражается на экономике, на оборонном потенциале, на других вопросах. Секретарь Совета Безопасности Армении заявил, что Армения послала письмо в Москву с требованием отозвать пограничников из аэропорта Еревана. Вот тебе, как говорится, Юрий, в день. Как вы оцениваете это решение стороны Армении? Неужели Армения решила восстановить свой суверенитет, изгнав российских ФСБшников тире пограничников из своего аэропорта? Останется, правда, еще и граница сухопутная, но хотя бы из аэропорта. Как вы считаете? Ну, суверенитет Армении не включает в себя только наличие российских пограничников, находящихся в главном аэропорту, главной воздушной кабани Армении в Ереване, где они проверяют всех иностранцев паспорта и ставят печати. Как вы правильно заметили, что российские пограничные войска охраняют границы Армении с Турцией, с Ираном. На территории Армении находится российская военная база. В экономическом плане основные ведущие стратегические направления экономики Армении находятся под контролем и в собственности России, а именно железные дороги, газовые магистрали, электроснабжения, ведущая атомная электростанция тоже принадлежит России, если я ошибаюсь, ведущие телекоммуникационные сотовые телефонные связи и так далее. Одним этим действием я не думаю, что можно говорить о суверенитете Армении. Что касается данного вопроса, это было ожидаемо и связано это с чем? Мы видим долгое время Армения после завершения 44-х дневной войны обижена на Россию, что как во время Первой Карабахской войны Россия не воюет вместе с Арменией за территорию Азербайджана. И когда Азербайджан начал освобождать свои территории, Россия непосредственно не была включена в этот процесс на стороне Армении, хотя мы фиксировали многочисленные полеты российской военно-транспортной авиации в ходе 44-х дневной войны в Армению. И самое интересное, маршруты авиации происходили не по обычным направлениям. Они огибали территорию Азербайджана через Каспий, проходили через Иран и залетали на территорию Армении, что говорит о том, что грузы, которые находились в этих самолетах однозначно носили военный характер, потому что, как вы знаете, в соответствии с международными правилами, когда грузы переводятся через территорию какой-либо определенной страны, нужно получить разрешение этой страны, если на борту имеются взрывчатые вещества или же оружие, вооружение, боепасы и так далее. Но я не об этом. Почему Армения делает это сейчас? И вот ввиду того, что они обижены на Россию, они выбрали другой путь, новый путь поддержки армянского суверенитета, как вы выражаетесь, ограниченного суверенитета. Сегодня армянская внешняя политика главной скрипт играет Франция, потому что в Франции открыто враждебное отношение в Азербайджан, это исходит из принципов ксенофобии, азербайджанофобии, туркофобии, долгую историю рассказывать. И вот Франция требует от Армении однозначной позиции против, высказывания против России. Почему? Потому что идут переговоры о поставках вооружения, французского вооружения в Армению, но так как Армения находится в одном военном блоке с Россией, известном ОДКБ, и на ее территории находятся военные базы и так далее. Поэтому это создает определенные трудности для обеспечения ее соответственного вооружения Франции. И вот в ходе этих требований есть определенные моменты, одним из них, которых является нахождение российских пограничников на территории армянского аэропорта. Еще я добавлю, что вот когда я говорю о ОДКБ, Армении стараются, каждый раз выступают против, критикуют этого ОДКБ и говорят о том, что ОДКБ не поддерживает Армению, скажу более точнее они высказываются, что ОДКБ не признает территориальную целостность Армении. Ну, как вы знаете, вопрос границ с Арменией и с Азербайджаном на сегодняшний день еще не решен. Дело в том, что после распада Советского Союза Армения оккупировала территорию Азербайджана, 20% территории Азербайджана и ни о каких границах Армения не вспоминала и, кстати, ОДКБ тоже об этом не говорило. Но сейчас вдруг Армении вспомнили, что есть граница условная, которая была принята в соответствии с Алматинской декларацией требует от всех, чтобы они признали эту границу. Хотя 30 лет они эту границу не признавали. Они не признавали международную законодательство и так далее. Но я не об этом. Что говорит ОДКБ, я просто хочу напомнить телезрителям один интересный момент. Все помнят ввод войск ОДКБ на территорию Казахстана два года тому назад. Это было, если не ошибаюсь, в январе 2022 года. И по официальным оценкам генеральной прокуратуры Казахстана число погибших было более 200. Я еще не говорю о пропавших без вести и так далее. Интересно мне вспомнить, а кто заявил о вводе войск ОДКБ на территорию Казахстана? Руководитель какой страны, лидер какой страны об этом заявил на весь мир и несет ответственность за погибших вот этих казахстанцев? Вы помните, Михаил? Это был премьер-министр Армении Пашинян. Они могут сказать, что это было формально, Армения возглавляла тогда ОДКБ и так далее, но факт остается фактом. Решение о вводе войск ОДКБ официально объявила Армения устами премьер-министра Пашиняна. Господин Сададенов, Армения сделала такой широкий жест, отдав азербайджанского солдата. Как вы считаете, это все-таки было под нажимом стороны Баку, либо это действительно жест, направленный на примирение с администрацией Алиева и попытка все-таки Армении как бы, точнее, Пашиняна сконцентрироваться на мирном договоре. Вот как вы оцениваете этот жест? Я вам точно скажу. Вы знаете, чтобы у телезрителей сложилось впечатление, дело в том, что между Арменией и Азербайджаном в ходе переговоров на различных площадках существовала такая неофициальная договоренность, потому что на сегодняшний день бывает часто, что и мирные жители, и представители вооруженных сил иногда потеряв ориентацию, потеряв значит, где проходит эта граница, попадают друг в друга в плен. Это происходит и с армянскими жителями и представителями армянских вооруженных сил, это происходило и с азербайджанскими. Часто эти вопросы решались даже не доходило до уровня руководителей государства. Но в последнее время мы замечаем, что армянская сторона старалась изменить этому согласованному решению. До этого были, когда двое азербайджанских военнослужащих просто потерялись на границе и попали в руки армянских вооруженных сил. Даже было в виде отснято, как его избивали. Групповой напали и избили этого парня. Объявили в отношении него столько обвинений. Удивительно. Я не знаю, наши солдаты, они что, швашнегеры, что ли, могут решать одновременно индивидуально подобного рода задачи, что к ним применяется практически основная часть статьи Уголовного кодекса. Но они об этом, они были обменены. Сейчас по поводу вашего вопроса. Вы знаете, что это произошло на Лачинском направлении, это высокогорная местность, где посты армянские, азербайджанские посты военнослужащих прямо находятся в непосредственной видимости. И в эти дни, в этой местности была очень плохая погода, горная местность, снег, метель, видимость ужасная, и солдат, который переходил из одного посты на другой, просто потерялся и попал в руки армянских вооруженных сил. Буквально с момента его задержания не прошло и нескольких часов, как Следственный комитет Армении заявил о возбуждении уголовного дела по нескольким статьям. Среди них были покушения на убийство и так далее. Опять они придумали целый букет. Вы понимаете, всем это было ясно, что этот человек заблудился, солдат заблудился, и в течение такого короткого времени невозможно в отношении него выдвинуть столько серьезных обвинений. То есть это было сделано специально с целью дальнейших переговоров или же торговле обменами и так далее. Я так предполагаю. И буквально не прошло и двух дней армянская сторона и Следственный комитет Армении вдруг прекратили уголовное дело по всем этим статьям и заявили, что этот военнослужащий будет возвращен Азербайджан. У нас нет официальной информации о предпринятых действиях азербайджанской стороны. Но я рассказал эту историю, чтобы всем было ясно, что в течение буквально двух дней объявляют такие серьезные обвинения и сразу же их отменять. Это однозначно связано с тем, что азербайджанская сторона объяснила Армении, что чем может закончиться подобное действие для армянской стороны. И, видимо, на этот раз они поняли и поняли соответствующие правильные решения. В первую очередь это военнослужащие. Господин Сададинов, как Вы оцениваете перспективу армяно-российского напряжения? Какие здесь риски есть для Армении, на Ваш взгляд? Я считаю, что на сегодняшний день для Армении, конечно же, если они будут продолжать подобное действие в отношении России, это для них будет доведет к очень серьезным последствиям. Дело в том, что Армения очень сильно зависима от России. Вообще это государство на Южном Кавказе было создано и все время поддерживалось благодаря поддержке России. Дело в том, что и экономика и в составе Советского Союза она всегда была дотационная за счет ведущих республик, таких как Азербайджан, Украина, которые, в том числе и Российская Федерация, которые вкладывали общесоюзный бюджет, а вот такие республики, как Армения, они были дотационные, они лежали на нашей дотации. Вот одним элементом это было строительство атомной электростанции на территории Армении. Дело в том, что в Армении не было ресурсов на создание такого предприятия, такого, и она пользовалась тем, что это все происходило из союзного бюджета. И вот на сегодняшний день тоже, несмотря на всю экономику Армении, очень сильно, я в начале передачи назвал основные направления, очень зависимы от России. И с противоотношения с ней я не думаю, что она сможет оказывать сопротивление российскому влиянию. И сегодня даже я слышал, вот я прочел, не знаю, подтвержденная информация или нет, официальные лица России даже говорят о том, что Армения может повторить судьбу Украины. Но нельзя сравнивать Армению с Украиной, с украинским народом. Украинский народ самостоятельно ведет свою борьбу за территориальную целостность своего государства. И в тот период, когда все в мире, даже ведущие страны США, Европы в начале вот этой агрессии отвернулись от Украины и уговаривали руководство Украины смириться с этим, украинский народ показал всему миру, доказал, что они способны сами и даже без поддержки воевать за свою независимость и за свою территориальную целостность. В отличие от Армении, которая полностью зависима от России, которая полностью и за весь этот период являлась инструментом российского политического влияния на Южном Кавказе, подобные отношения, подобные события, я думаю, что приведут к определенной жесткой реакции со стороны России. И учитывая потенциал Армении в регионе, она не сможет этому сопротивляться. Дело в том, что Армения довела свою внешнюю политику до того, что у нее напряженные отношения практически со всеми ведущими странами региона. Крупнейшая страна региона, ведущая страна региона Турция, у маленькой Армении, которая сегодня заявляет о том, что Азербайджан хочет на нее напасть и так далее, имеются территориальные претензии. Заявляют территориальные претензии Турции, они официально отмечены в Конституции. В отношении Азербайджана еще существуют территориальные претензии, я уже не раз на ваших передачах говорил, своей Конституции они откровенно присоединили часть территории Азербайджана к себе. С Ираном, хоть они говорят, что у них отношения нормальные, но я тоже не думаю, что у Ирана свои определенные интересы. с Россией, хотя она непосредственно не граничит с Арменией, но имеет серьезное влияние в регионе, особенно в Армении. Грузия не такая уж влиятельность на Южном Кавказе, но иногда и с Грузией у них происходит определенная проблема. То есть эта страна не сформировала свою внешнюю политику со своими соседями на основе добрососедских отношений. И поэтому любое внешнее воздействие может привести к краху вообще государственности самой Армении. Дорогие друзья, подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте лайки, комментируйте. Друзья, обращаюсь к вам с просьбой поддерживать YouTube-канал финансово, материально. Это легко можно сделать, если вы находитесь в Украине либо в Азербайджане, Италии, Австрии, Германии. Это можно сделать через PayPal. через там Revolute. Если вы находитесь в каких-то других странах, вы можете сделать с помощью криптопереводов, с помощью того же PayPal. В общем, друзья, буду вам благодарен за поддержку канала. На самом деле это очень удобно сделать. Вот тот же самый Revolute позволяет с любой карты абсолютно по ссылке задонатить на развитие канала. Пожалуйста, друзья, не забывайте поддерживать. Я вам буду благодарен за поддержку. спасибо. господин в том же день, когда он сделал заявление, мы это обсуждали. И я очень негативно отнесся к этому заявлению, исходя из интересов Украины. То есть это заявление не принесет реальных дивидендов для Украины и ее противостояния с Россией. Потому что я знал, что это заявление сделано Макроном единолично, не согласовало с ведущими странами европейскими, которые обеспечивают сегодня Украину боеприпасами и так далее. И буквально сразу же мы увидели отрицательное заявление Соединенных Штатов Америки по этому поводу. Германии и других некоторых стран. То есть вот это заявление сделанное им я не думаю, что дало какие-то положительные результаты для Украины. Исходя из потенциала Франции, ее военно-промышленного комплекса, если Макрон хотел бы оказать поддержку ее противостояния против России, то в первую очередь вопрос связанный не надо трусить. Этот вопрос нужно обращать самому себе. потому что после этих заявлений, которые он сделал, и Министерство иностранных дел абсолютно опровергающих это заявление выступило французское. И сам он потом тоже старался дезавровировать это, объясняя это, что не так правильно поняли и так далее и тому подобное. Но если он не хочет трусить, пожалуйста, в арсенале Франции имеются достаточно возможностей средств вооружения, которые сегодня необходимы Украине. Очень необходимы. Он мог бы сделать, выделить их достаточной возможности Франции финансовом смысле. но мы видим, что реально ничего не делать. Просто его заявление я думаю, что это пиаровский ход. Может быть внутри страны или во внешней политике еще раз хочет заявить о важности Франции или же отмечить внимание внутри страны общественности от проблем, которые существуют сегодня во Франции. Но смотря и наблюдая за его политикой мы видим, что сегодня о поставках серьезных вооружений для Украины он старается не говорить. Но в то же время в Армении, у которой нет никаких сегодня вооруженных конфликтов на границе, я бы сказал, или Армения, которая не ведет сегодня никаких боевых действий, министр обороны Франции и большая группа французских представителей военно-промышленного комплекса посещают Армению, делают заявления о поставках необходимого вооружения, дронов, технологий для Армении на Южном Кавказе, когда сегодня на Южном Кавказе главная повестка дня, которая обсуждается практически на всех международных площадках, в том числе и в США, недавно Берлине, Евросоюзе. Главная повестка дня это вопрос подписания, подготовки и подписания мирового договора. И этот процесс идет, и наши страны обмениваются соответствующими проектами этого договора. Но, несмотря на это, Франция старается больше уделять времени Армении, чем Украине, которой действительно сегодня не хватает вооружения, Украине, которую сегодня украинские солдаты, украинский народ фактически сегодня спасают Европу и в прямом и переносном смысле. Они уже спасли престиж НАТО, они уже спасли престиж Европейского Союза в начале войны и сегодня в ходе боевых действий. Но, к сожалению, позиция французского президента с моей стороны можно оценить только таким образом. Господин Саддадинов, Алексей Аристоевич, известный общественный деятель украинский, он как бы продолжает говорить о том, что Украина неправильно представляет себе Запад. То есть Украина считает, что Запад должен помогать Украине, поскольку Украина защищает Запад, в частности это о чем вы говорите. Но если опираться на реал политик, то атаки на стране есть в Америке, они превалируют. То окажется, что в принципе никто не заинтересован в разрушении России, более того, заинтересован в сохранении России как факторе политики. И по сути дела никто не заинтересован менять свой клад жизни радио Украины. Восклассно с этим подтверждением, что Украина в английском языке называется miscalculated, то есть ошиблась своих расчетов, полагаясь на то, что она двигается in line with, то есть в одной линии с западными странами. Вот мы сейчас видим, что фактически, что происходит в Польше, что происходит в других странах, какой дискурс в Америке. И это все никак не приближает к Западу, к тому уровню поддержки, который, объективно говоря, Украина заслуживает. Вы знаете, конечно же, Украина заслуживает более серьезной поддержки, потому что для этого есть серьезные и в том числе политические основания. Одним из них мы можем вспомнить путапешки меморандум, когда ведущие страны Запада, в том числе и Россия, в обмен на вывоз с территории Украины ядерного оружия дали согласие обеспечить суверенитет и территориальную целостность Украины. Несмотря на то, что ходят много разговоров о том, что там то слово так не было написано, это слово по-другому написано, это все ерунда. Пакт, что эти гарантии были даны. Ну, одна из стран, входящая в это, подписавшая эту декларацию, решила оккупировать части Украины, но другие страны, они самоустранятся выполнительно обязательств. Дело в том, что если бы на сегодня на территории Украины сохранилась бы хотя бы часть того ядерного потенциала, у вас сегодня войны бы не было. Любой политический обозреватель, любой политолог вам это скажет со 100% уверенностью. Это то, что говорит Арисович, что фактически Украина вместо того, чтобы полагаться на собственные силы, полагалась на заграницу. Знаете, как заграница нам поможет. Я сейчас дойду до этого, я сейчас дойду до этого, до этого, дойду, это тоже скажу. Что касается ядерного оружия, то я считаю, что Украина была из всех бывших советских республик более чем имела право на наличие сохранить на своей территории ядерное оружие, потому что и украинские ученые, и украинские специалисты понимали активное участие в атомном проекте Советского Союза, в ядерных проектах Советского Союза. Если я не ошибаюсь, первое экспериментальное ядерное реактор был создан в Харьковском институте. Многие ученые, в том числе ракетные техники, такие как Королев, Лужко учились и являлись украинцами. И поэтому я считаю, что это был одним из главных факторов. Но что касается того, что Запад обязан, понятно, что на Западе сегодня и политики, общественные мнения, в первую очередь направлены на защиту своих интересов. У каждого свои интересы, каждый старается, чтобы в первую очередь решить их и с учетом тех процессов, которые происходят в Евросоюзе и так далее. Но на сегодняшний день, когда Украина ведет войну, Украина должна любыми способами искать себе и союзников, которые могли бы ее обеспечивать финансово, которые могли бы обеспечивать ее вооруженные силы, которые могли бы обеспечивать ее политической поддержкой. И плохо, хорошо на сегодняшний день более-менее она их нашла там, на Западе. Согласитесь со мной. Но конечно же вы не получаете того, что вы заслуживаете. Это безусловно. Но то, что есть и то, что еще можно получить, это очень судьбоносно для Украины, поэтому а другого пути нет. Нет другого пути. Я не вижу. Поэтому я считаю, что украинская внешняя политика должна еще больше резко давить от Запада и требовать от них поддержки. Потому что благодаря этой поддержке, благодаря усилиям вооруженных села Украины, российская сторона может достичь того, чтобы понять, что военным путем невозможно решать вопросы Украине и вынуждена будет сесть за стол переговоров. По-моему, вот этого главное требует, желают сейчас руководители Запада. Я думаю, что от действий в СОО будет зависеть перспектива дальнейших переговоров между Россией и Украиной по завершению этого конфликта. Господин Садодинов, вы знаете, что президент Деленский активно продвигает идею достижения формулы мира на уровне 50 государств. Но мы с вами понимаем, что невозможно придумать формулу мира, потом прийти к России и поставить перед ней ультиматум. Вот вам формула мира. Для этого нужно разбить Россию. Тогда предложить России не формулу мира, а предложить России акт капитуляции. Потому что формула мира, она подразумевает себе все-таки некий обоюдный компромисс между двумя сторонами. Но понятно, что в условиях, скажем, трех лет войны и публичных заявлений никакого компромисса с государственным агрессором быть не может. То есть это игра с нулевой суммой, либо побеждает одна сторона, либо другая. И президент Зеленский публично заявил о том, что он не будет говорить с Владимиром Путиным. Тогда какой смысл в этой формуле мира, которая не учитывает российского мнения, и мы понимаем, что все, к чему она может привести, это ультиматум. Я уже не говорю о том, что, скажем, чем больше сторон за столом переговоров, тем сложнее переговоры, в принципе, если это переговоры не обу посидеть, а к чему-то пойти. Да и вообще, зачем дебатировать о формуле мира, если это формула мира, так или иначе работать на украинское ведение войны. Еще раз. Я его разделяю, вы его разделяете, возможно, но государство агрессор России может не разделять. Значит, ей тогда нужно его навязывать, а навязывать можно только после военной победы. да, в вашем словах есть элементы реальности, но давайте учтем один момент. Если мы говорим о формуле мира, то это не значит, что эта формула мира будет работать сегодня. Возможно, президент Зеленский думает о том, что первое, по моему поводу, по моему мнению, для чего используют вот эту систему формулы мира руководство Украины. Первое, как можно больше стран привлечь к этой платформе в той или иной форме, которая показывала, что эти страны относятся к украинско-российскому конфликту из соображений вот этой формулы мира, если не ошибаюсь, главным тезисом которого является неприкосновенность территориальной целостности, потому что любые страны вынуждены в первую очередь отмечать важность территориальной целостности, и поэтому этот принцип будет в этой формуле мира ведущим и нужным, самым нужным для вас. И таким образом увеличение количества стран, которые будут привлечены к этой формуле мира, в определенный момент даст вам политический дивиденд. Это первое. Второе. Российско-украинская война, она же не будет происходить бесконечно. Ресурсы-то ограничены у российской стороны по сравнению с, так скажем, с Рамштайном, несоизмеримым. И мы видим, что российская сторона тоже обратилась за поставками в Северную Корею, в Иран. Кстати, последние спутниковые снимки говорят о том, что последние два месяца поставки Северной Кореи тоже прекратились. Корабли, которые занимались этим, стоят в портах. То есть это тоже российская сторона тоже не может вечно вести войну с Украиной, которая поддерживает Запад. Западная война, западная экономика, с которой она не может конкурировать. Плюс экономические санкции, вот я вам скажу, что да, они не были такими серьезными, как ожидалось, но вот вторичные санкции, которые сегодня озвучиваются, мы видим, что и Китай закрывает счета, мы видим, что Объединенных Арабских Эмиратов закрываются счета, Турция прекратила прием нефтепродуктов, закрывает счета российских фирм, которые действуют на территории Турции, в Узбекистане принимаются по этому поводу определенные ограничения, то есть это тоже серьезно ударит по экономике России, в том числе по военно-промышленному комплексу, который зависим все-таки от западных поставок определенных комплектующих, и в определенный момент российская сторона тоже поймет, что уже трудно вести эти боевые действия, если вы помните историю с Афганистаном, Советский Союз вел войну, и на определенном этапе он был вынужден вывести войска, потому что экономические возможности не позволяли, и политическая ситуация тоже уже не позволяла вести эту бессмысленную войну, которая не может достичь цели. Я думаю, что подобного рода сценарий возможен в Украине. И вот в этот момент на столе может оказаться вот эта формула мира, которая поддерживает огромное количество государств и так далее. Поэтому, что будет в будущем, трудно, конечно же, заранее спрогнозировать, но подобная деятельность, я считаю, что не может ничего негативного сделать для Украины, только может привести положительный дивиденд, конкретного решения этого вопроса все будет зависеть от ситуации в будущем.